В столице подвели итоги республиканского конкурса «Янбек Жула». Победителями вручили ценные подарки, в том числе денежные призы до миллиона тенге. На церемонии награждения находится моя коллега Гульдана Кален. Гульдана, добрый вечер. Расскажите, как выбирали лучших работников и известны ли имена счастливчиков? Приветствую, Динара. Да, церемония награждения уже завершилась. Семена победителей уже известны. Их отбирали по стажу, опыту и по заслугам своей профессиональной деятельности. В этом году в конкурсе участвовали почти 600 человек, всего три номинации. И первая наставника работающей молодежи им стал Нуркаси Абатов из Карагандинской области, кандидат медицинских наук. Ему 61 год. Лучшим молодым работником производства стала Айгерем Агатанова, это ветеринарный врач из области Абая. И лучшая трудовая династия в этой номинации победила семья Аман Кельдиновых. Сейчас ее представители рядом со мной. Лейла, добрый вечер. Приветствую вас, поздравляю вас с победой. Насколько мне известно, вы продолжили трудовой путь не только своего отца, но и прадеда. Расскажите, пожалуйста, сколько вообще вы работаете в железнодорожной отрасли и каков общий стаж вашей династии? На железной дороге я работаю вот уже 11 год. Общий стаж нашей железнодорожной династии более 800 лет. Насколько мне известно, в целом, получается, ваш трудовой стаж хочет продолжить и ваша дочь, да? Все верно, она хочет стать проводником вагонов. В целом, поделитесь своими эмоциями, ощущениями, каково вам победить в этой номинации? На самом деле, мне безумно приятно. И самое главное, у меня охватывает такая гордость, что именно мне довелось представлять нашу династию на таком большом республиканском конкурсе. Это действительно дорогого стоит. И я прям горда не собой, а именно своей династией, потому что я продолжаю путь своего прадеда. Благодарю вас, спасибо вам большое. Желаю успехов в дальнейшем вашей профессиональной деятельности. Хочу отметить, что в целом традиционный республиканский форум «Янбек Жилы» проводится уже восьмой год подряд. В целом, получается, сегодня в рамках мероприятия, вот поздравили, кстати, и ветеранов труда, порядка десятки человек получили звание «Герой труда». В целом, отличительностью отличился в этом году конкурс и тем, что в рамках мероприятия проходили тематические сессии для молодых специалистов. То есть, им рассказали о трендах на рынке труда, не узнали о востребованных профессиях будущего. Вот в целом, у меня пока вся эта информация. Передаю вам слово. Спасибо большое за интересную информацию. Я напомню, что на прямой связи со студией, с площадки награждения победителей республиканского конкурса «Янбек Жилы» была наш корреспондент Гульдана Кален.